приветствую зрители ролика расскажу вам одну реальную историю которая произошла со мной пару лет назад в 2007 году по моему летом я снимал уже подобный ролик выкладывал на другой канал но канал тут удалили вряд ли из-за этого ролика но вероятность этого существует тем не менее все равно еще раз его запишу в общем такая ситуация племяннице нужен был планшет но так как они его их быстро ломают то есть уже сколько их там покупали это был очередной дорогой не был смысла брать но и самый дешевый тоже потому что нужно чтобы хватало памяти на установку приложений игр в общем как обычно я через интернет смотрел ассортимент в разных магазинах и более-менее по с оптимальными соотношениями цена и память планшете попался планшет под названием beeline какой-то там модели в самом этом магазине beeline на сайте самом билане я ни разу ничего не покупал а в других магазинах покупал постоянно но решетку здесь наверное также работают я в связном уже много раз заказывал да и в других магазинах закал причем покупал даже в интернет магазин который вообще там фирмы мелкие какие-то местные были московские то мне все приходило присылали все нормально приходил в общем сказал я планшет через интернет не оплачивал слава богу оплата была при получении через сказали приходите там через сколько-то дней через два дня по маме через три центрального офис beeline странный офис у нас в городе располагается вот здесь вот этот главная улица города московская и вот у них вот здесь вот центральный офис был практически центр города так и есть то есть это офис капа самый должен быть крутой здесь все вопросы должны решаться по связи там по замене sim-карты еще почему то то есть самые должны быть толковые здесь менеджер специалист в общем прихожу ворот меня заказ такой такой-то планшет хорошо в общем стали смотреть по базе там достают с витрины планшет говорит сейчас принесем коробку от него пока смотрите я беру в руки смотрю а он весь облезли то есть цвета у него неравномерно сзади крышкой я сел подумал блин может он такой должен быть может модной цепь потом смотрю экран царапан причем сильно еще присмотрелся там сколы ну короче видно что он бушный причем был не неделю там кто-то его чуть 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 там юзал и принес а прям реально месяца два-три он его активно юзал прям очень активно как вот дети юзают там что крышки царапанные становятся все там экран не пойми какой вот точно такой же планшет то есть он прям явно был и но был естественно не нужен да и цена там какая была даже если по цене в три раза дороже то есть подумаешь брать такое или нет это сломается нас лично в общем я говорю он был уговорю это может быть не мой планшет может быть мой должен быть какой-то другой на сайте я покупал новый был написан был бы я вы не стал покупать вот нет это ваш планшет вы начало него цвет то вы посмотрите у него видно что он была а мне менеджер там девушка она говорит ой это говорит он на солнце так выгорел я аж охерел очень то есть у них вот здесь вот сюда солнце даже не попадать у них витрины стоят там метров наверное я не знаю десять но не 10 метров 7 мить ну да где-то метров 5-7 от этой двери там будут надо идти по коридорчик что солнце даже не попадать и сколько ему надо стоять этого площадку на солнце чтобы выгореть года три минимум а то и четыре то есть вообще прям таким с такой уверенностью глядя мне в лицо такое говорит вообще шли херенели гор я блин заказываю свой тратить свое время хорошо есть деньги заранее пасть приехал сюда забирать а вы мне тут хотя бы даже не извинились ничего примут с уверенностью что это именно мой планшет якобы это новый планшет они мимо сейчас будут продавать ну то есть вообще такая наглость было игры сейчас позвоню в защиту прав потребителей они сразу такие окрысились типа звони пошел отсюда вот с таким выражением стали разговаривать блин короче ушел я оттуда наорал на них вышел постарался дверью хлопнуть так чтобы дверь сломалась не знам нет получился нет надеюсь что она все-таки как-то у них там надломился этот механизм чтобы побольше им проблем создать как они людям другие создают проблемы в общем что могу сказать офигел я от этого билайн я и раньше подозревал что он просто раньше как и у меня была симка билайн где-то 2004 2005 год в нашем городе не было других этих операторов связь был один местный у него вообще связь еще хуже было вообще деньги воровал потому что конкурентов не было то есть вообще вел себя как свинья а не как бизнесмен потом вот пришел это билайн все на него побежали потому что конкурентов не был а потом когда другие стали нормально приходить мегафон потом мтс я естественно сразу на мегафон перешел сейчас на мтс сижу не скажу что у мегафона нет косяков тоже там-то один недавно попался на такой он более мелкий просто деньги сняли а видимо за то что я долго симкой не пользовался то есть я положил на баланс а у меня сразу их сняли эти деньги которые я положил там сумма небольшая был на мтс тоже были косяки договор я расторгнул на телефонную связь а мне счет пришел как будто нет то есть там видимо этот менеджер который составлял договор где-то ошибся я написал на сайте что так и так у меня я писал договор давайте решать этот вопрос и мне пришла бумажка типа извините так и так и все они аннулировали сумму ничего я не был должен то есть нормально вопросы решают но здесь же это вообще я в шоке был то есть я не пришел в интернет магазинах могут вот так вот делать вообще я не люблю негативные отзывы оставлять всегда стараюсь только позитивные оставлять потому что негатива так вот это вопрос здесь это была такая наглость это центральный офис это не какой-то там если бы ладно там в ларьке где-то на крайне да еще можно там списать что ну ладно там набрали каких-нибудь продавцов местных там у них зарплата невысокая они там может быть запариваются устали но это центральный офис блин мегафоне в центральном офисе я больше чем уверен тоже он рядом там находится не может такой ситуации там не скажут тебе что ты придешь за новым планшетом он видно что явно был я тебе скажут типа это новый верит твой товар короче ребята остерегайтесь такие то и мне никто не платил за это видео это реальная ситуация реальным произошедшим моей жизнь может быть не знаю надо было сейчас показать профили свой била не зайти и в истории покупок может быть там висел этот планшет что я ничего не придумал но поверьте мне на слов что это произошло действительно что я ничего не выдумывал это действительно все был так и опять же повторюсь и подумайте лишний раз прежде чем вообще связываться с билайном и что-то там покупать если уж центральном офисе так себя ведут то на крайних я вообще даже страшно подумать что там может произойти лучше технику покупайте в обычных магазинах связной вот такой в евросей сейчас тоже стал загибаться уже как там у нее сортимент и нет ну появляются другие магазины в общем смотрите в друге кто-то вот бренна эльдорадо гонит не знаю сколько покупал в основном всегда все нормально был один случай там что-то я уж не помню доставка что ли они напутали ну короче я пришел они сказали товар еще не готов придется еще подождать неделю как так вот получилось но там была цена реально очень такая товар был такой редкий и цена была очень низкая ну ладно подожду а больше в принципе как-то даже в эльдорадо сколько всего покупал как творится нормально был более-менее по крайней мере был не пытались мне продать подвину нового это вообще причем явно был который это прям ну блин ну видно то есть никакое там чуть-чуть два дня там кто-то принес не понравился взорвать а прям ну вот его юзали я не значили не футболом игра в общем то